Участники специальной военной операции Главная цель этой практической конференции Это итоги года Международное взаимодействие с общественными организациями С филиалом Государственного фонда защитники Отечества Со всеми структурами Министерства здравоохранения То есть с медицинскими организациями Чаще мы работаем Это все направлено для качественного сопровождения всех вопросов С которыми обращаются участники специальной военной операции В работе конференции приняли участие Сенатор Федерального собрания России Карачаева-Черкиси Крым Казаноков Члены правительства республики Депутаты народного собрания Руководители органов государственной власти Общественных и правозащитных организаций А также сами герои спецоперации и члены их семей Эффективное межведомственное взаимодействие По оказанию помощи воинам Главное в нашей работе Говорили выступающие Бюро медико-социальной экспертизы По Карачаево-Черкесской республике В лице нашего руководителя Учреждения Зорида Мухаммедовна Аргуновой Оказывает активное содействие Межведомственное взаимодействие С филиалом Государственного фонда Защитники Отечества В чем это выражается? Во-первых, ежедневно ответственное лицо Которое назначено Зорида Мухаммедовна Проводит консультативный прием На базе этого филиала По адресу город Черкес, Гагарина, 24 С 9 до 11 Каждый день рабочие дни Мы консультируем по всем вопросам Медико-социальной экспертизы Также по оформлению направления На медико-социальную экспертизу Это уже на уровне Медицинских организаций И также на все вопросы отвечаем Я указываю свой номер телефона, контактный Мы на связи с каждым участником Специальной военной операции Также с каждым обратившимся членом Их семей Эта работа была выстроена практически сразу После объявления начала Специальной военной операции Осмотры, исследования, лечения Помощь медики оказывают по всем направлениям В поликлиниках создан реестр горячей линии Где ведется анализ поступивших обращений Осуществляется постоянно Медицинское сопровождение Они без очереди проходят Все процедуры То, что масса учреждений есть Также проводится Консультативная помощь Психологическая помощь проводится Такая же помощь проводится И их семьям То есть может обратиться мама Участника, свой сестра И те же самые условия создаются У нас вне очереди принимаются Данные пациенты и их родственники Пациент от начала вопроса До окончания вопроса Сопровождается сотрудниками поликлиники То есть если вопрос Не заканчивается на этапе поликлинической помощи А продолжается в стационарных условиях Соответственно доктор закреплен к участнику Или к родственнику участника Сопровождает его И на этапе стационарного лечения То есть он курирует данного пациента Все услуги для участников СВО Оказываются на бесплатной основе Это не только амбулаторно-поликлиническая помощь А также и все наши платные услуги Которые у нас проходят по реестру Для участников СВО Они бесплатны Также бесплатно защитники Отечества Получают и другие виды необходимой помощи В текущем году Карачево-Черкесское отделение Социального фонда Обеспечило санаторно-курортным лечением И техническими средствами реабилитации 11 участников специальной военной операции На общую сумму более 11 миллионов рублей К нам на сегодняшний день Обратилось 9 участников специальной военной операции По обеспечению техническими средствами реабилитации Также обратилось 3 участника По обеспечению санаторно-курортным лечением На сегодняшний день 2 участника по обеспечению санаторно-курортным лечением Обеспечены Они отправлены были в санаторий города Москвы 9 участников специальной военной операции обеспечены у нас техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями. В общей сложности это 29 заявок, поданные этими людьми, и все 29 заявок на сегодняшний день отработаны. Они отработаны путем заключения государственных контрактов и обеспечения их. Некоторые подали на электронные сертификаты и воспользовались этими электронными сертификатами. И два человека, которые обратились путем возмещения средств, они приобретали сами за свой счет, и мы оплатили компенсацию. Об этом же говорят и сами участники спецопераций, которые получили серьезные ранения. Тимирлан Хатуев сражался в Донецкой республике в составе штурмовой группы танковой бригады. Игорь Бурулев воевал под Бахмутом, был дважды ранен. Им понадобилось протезирование. Государство пошло навстречу, говорят бойцы. Помогает всем, чем нужно. Финансово, технически. Вам приходилось, например, технические средства, коляску приобретать за свой счет? Или вам государство помогает? Государство помогает. Государство, да? Да. Ничего сам не покупал, все государство. Государство оказало 300 тысяч. Ну, я еще жду сейчас. Вот у меня заранее должно оплатить. Я обращался в этот фонд. Вот они помогли мне. Насчет пенсии, насчет протеза. Вот они все. Вот. Помогали. То есть это все с помощью фонда «Защитники Отечества»? Да, да, да. Вот. И в Пятигорске мне сделали протез. Один такой, и один у меня с процессором. Ну, это вот я опять поеду и заберу его. Получу. Вот так. То есть беди вас не бросили? Нет, 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 нет. Нормально все. Это прямой результат взаимодействия всех государственных структур, уверен руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Марата Базалиев. Ветераны СВО и их семьи часто нуждаются в помощи по самым разным вопросам. От реабилитации до содействия в устройственную работу. Все эти функции берут на себя координационные центры и фонд «Защитники Отечества», которые работают в тесном взаимодействии со всеми органами власти. Мы тесно сотрудничаем с МСЭК. И у нас есть представитель МСЭКа в филиале фонда «Защитники Отечества», который каждый день с утра принимает людей. Реагируют и исполняют все, что возможно в самые кратчайшие сроки. От суток до трех. У нас не было случая, чтобы мы приняли какое-то обращение, и МСЭК не исполнил. В части их касающиеся, даже более того, делают все, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Даже ампутантам и другим обратившимся выполняют в течение трех суток. И в других наших вопросах, касающихся общей части медицины, очень сильно помогают. Честно говоря, мы не ожидали такого отношения от МСЭКа, но они выше всяких похвал. Делают практически все. И очень быстро, и качественно. Государство и общество в целом должны по-особому относиться к тем людям, которые встали на защиту Отечества. Но это не означает, что другая категория граждан должна оставаться вне поля зрения. На конференции обсуждались и вопросы совершенствования системы медико-социальной экспертизы, ее состояния, тенденции и перспективы. Как показала практика, вопросов к работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачао-Черкесии у присутствовавших было немного, отметила председатель общественного совета данного ведомства. Минсовет работает уже с 2016 года, и, безусловно, в 2016-2017 годах было гораздо больше жалоб, было гораздо больше обращений. На сегодняшний день, за 2023 год, в общественный совет всего обратилось 3 человека, жалобы были рассмотрены моментально, работа очень профессиональная, поэтому у меня на самом деле к работе ФКУ ГУБМС только слова благодарности за оперативность, за профессионализм, за чуткость и отзывчивость. Мы постоянно взаимодействуем с Главным бюро, хочется выразить им огромные слова благодарности за ту помощь, которую они нам неоднократно оказывали и оказывают. Буквально совсем недавно здесь проходила выставка технических средств реабилитации для детей, и мы увидели одну коляску, которая очень подходила для нашего воспитанника. И бюро взяло на себя такую ношу, организовали сбор, собрали средства и приобрели эту дорогую, шикарную коляску для нашего воспитанника. От лица нашей заботы хочется пожелать всем сотрудникам Главного бюро здоровья, счастья, долгих лет жизни. Спасибо, что вы есть, за то, что вы всегда рядом. Так и должна работать любая государственная структура, общественная организация. Качественно, для людей, а не для галочки, отметил сенатор Крым-Казаноков. Работа конференции завершилась приятной церемонией. Награждение лучших работников учреждения, от которых напрямую зависит уровень и качество жизни тех, кто особенно нуждается в помощи, защите и поддержке государства. Редактор субтитров А.Семкин